Сегодня я расскажу вам историю своей подписчицы. Это история курортного романа, который уже, скажем так, закончился. И она хочет с вами поделиться своей историей, чтобы для вас это была информация для размышления, чтобы никто не попал в что-то подобное и в следующий раз был более осторожен, чем она. Давайте я сейчас зачитаю, а потом немножко дам какие-то советы, не советы, а оценку какую-то этой истории, что я думаю по этому поводу. Итак, поехали с семьей на отдых в этом году. Приехали в отель, папа, мама дали один номер, мне и брату другой. Заходим в номер, там одна большая кровать, я сказала, нам надо другой номер с двумя кроватями. Сотрудник с ресепшена, который нас заселял, очень удивился и начал расспрашивать, а кто мы такие? И когда я сказала, что это мой брат, а не муж, то он предложил поменяться комнатами с родителями. По дороге в лифте начал улыбаться, что-то рассказывать, попросил опустить маски, чтобы посмотреть на наши лица. У нас это странная какая-то просьба, короче говоря. Флиртовать он, в общем, да, начал. После того, как мы поселились и спустились в лобби, то вот тут и началось ухаживание за всей нашей семьей. Он начал делать чай, кофе, даже если мы сидели на улице, если мои родители были без меня, он тоже очень красиво ухаживал за ним. И в первый день под вечер он опять сделал нам чай и начал продолжать знакомиться. Я была в тот момент с мамой, слово за слово. Я спросила, а во сколько рассвет, так как хотела сделать утреннюю пробежку. Он ответил сразу же, что попросился со мной побежать утром вместе, ну я сказала окей. Он приехал в 6.30 утра гостиницы, хотя я работал до 12 ночи, так как после работы они живут в каком-то там общежитии. Мы бежали, все было окей, я поняла, что он никакой не спортсмен. И как выяснилось через неделю, то был его первый забег в жизни. Чувства у меня к нему никаких не появилось, но он все же пригласил погулять по городу, и что сможет подвезти на своем байке. Я согласилась, все было пристойно, и на другой день опять то же самое. Начал рассказывать, что так только увидел меня, сразу влюбился, а еще как узнал, что это мой брат, то понял, что у него есть шансы. В один из дней, когда мы гуляли по городу, он предложил встретиться с его братом и женой брата. Мы с одной кафешки перешли к его брату и жене, он познакомил нас, они сразу спросили, была ли я замужем, были ли у меня дети. Ну и здесь на все они получили ответ «нет». Короче, приняли меня очень хорошо. Плюс он сказал, что я очень им понравилась, потом еще знакомилась с какими-то друзьями. Весь отдых он рассказывал, что я девушка его мечты, что он как будто заново родился, жизнь набралась новых ярких красок. Рассказал, что он расстался с девушкой уже как два года, и поэтому он один, а та ему девушка его бывшая лгала. А на мой вопрос, в чем именно-то она врала тебе, я так и не услышала никаких конкретных причин. Он сказал, что хочет жениться, говорил с моими родителями, чтобы они как-то ему помогли в этом, ну я думаю, в смысле согласия добиться. Как-то мы собрались в центре, он не был на работе, написал мне, что делаю. Я сказала, что собираемся в центр ехать, он сказал, что завезет нас, и примечался буквально через пять минут. Конечно, для меня это было необычно, для родителей тоже. Он нас завез, но не гулял с нами. На вечер он опять пригласил меня погулять. Гуляли мы до трех часов ночи, и закончилось все странным целованием на пляже. Слава богу, что не больше. Последнюю ночь он тоже предложил погулять, сказал, что приготовил для меня сюрприз, но я сказала, что достаточно каждый день повторяла, что я не хочу с ним отношений, не вижу вместе будущего, что мы разные, и он даже не знает меня. Но он твердил, что я ангел в его жизни. Когда я уезжала с отеля, подарил маленькую игрушку, вырезанное сердечко с белого А4 листа, где написал, что любит меня навсегда. Для меня очень странно было то, что он вообще интересуется моей жизнью, моими хобби, вообще чем я живу. Только приглашал к себе домой меня, моих родителей, друзей, хвастался своим большим домом, рассказывал моей маме, что будем мы жить на две страны, только лишь бы быть со мной. Ну и когда я улетела, он начал звонить в Вайбере с видео, и особенно хотел общаться под 12 часов ночи, то есть, ну, когда работа заканчивалась. Присылал фотографии, которые сделал, когда мы гуляли вместе, и также присылал одну картину, точнее, принскрин с телефона на заднем фоне. Я рассмотрела переписку с девушкой, выходит, что он эту картину выслал и ей в Инстаграм. И так как мы с ним в Вайбере переписывались, то он сделал принскрин и скинул мне. Короче, на заднем фоне переписки с ней он написал ей «Очень тебя люблю». На картинку она ответила «Красиво, меня это уже насторожило». Я ничего не сказала. Потом он еще высылал какую-то картинку с турецкими красками, и рядом было видно девушку с браслетом нашего отеля. Эти красоты далеко не везде возле отеля, и это вообще было с реки Дальян, где находится его дом. Короче говоря, я спросила, когда он там был, на что он ответил «Это 20 дней назад. Ездил домой отдыхать, приглашал меня и мою семью, и моих друзей, кстати, короче, всех нас подряд. И уже хочет купить мне билет, и вот я уже улыбаюсь очень широко». На другой день при звонке я ему сказала, что он прислал мне переписку с девочкой, на что он сказал, что ни с кем не переписывался, кроме меня, и попросил отправить ему этот скрин. Потом он сказал, что эта фотография, скрин сделан, не с его телефона, хотя точно эту же фотку я потом в Фейсбуке нашла. Но об этом я промолчала у него на странице. Наш разговор был очень веселым. Я реально улыбалась, сказала, что таких отношений я не хочу, потому что он сказал, что той фотке два года, и он любит только меня, и как же я могла подумать так плохо о нем. Короче говоря, писал, что он готов на все, даже умеет, лишь бы только быть со мной. Звонил, но я трубку уже не брала. Еще в дополнение у меня наложилось такое впечатление, что в том отеле, а может не только в том, вообще в принципе между сотрудниками, у них есть какие-то свои определенные игры. Еще один сотрудник ухаживал за одной девушкой, потом, когда она уехала, я заметила, что он начал общаться уже и с другой, и пишу это, и улыбаясь, рассказываю эту историю специально для того, чтобы девушки не обольщались курортными романами. Конец истории. Типичная, да, история. Я так скажу, что девушка просто не повелась, и молодец, но есть же кто на это поведется, и таких, к сожалению, очень-очень много, кто именно вот в это во все верит. То есть письма девушки по поводу девушки. У вас, вы себя не любите, у вас может быть отчасти низкая самооценка, потому что там такие, знаете, про... Почему вы в это не поверили? Потому что у вас проскальзывало в тексте, я не понимаю, как он может интересоваться моей жизнью, как он может спрашивать там что-то обо мне, как я, проще говоря, как я могу быть ему интересна, как бы почему может быть ко мне интересна. Я же, по сути, как бы недостойна этого. Не то, что я недостойна, а как я могу вызывать интерес у постороннего человека. Но мы, вот смотрите, мы все равно, когда знакомимся, неважно, за границей, у себя в стране, просто в нашу жизнь приходит новый человек, он же нас не... он нас, этот человек, не знает, и мы его, и мы все равно знакомимся. А знакомимся почему? И он приходит в нашу жизнь, мы обращаем внимание, потому что он вызывает в нас интерес. Поэтому, в принципе, да, когда человек вами интересуется какой-то, это нормально. И вы вызываете интерес, но в вашей психике есть такая проблема, что как я могу вызывать интерес, да? То есть я, может быть, недостойна, или недостаточно хороша, или я не могу быть интересна, и у вас какие-то сомнения по поводу своей самооценки, по поводу себя есть. По поводу вообще всей истории, классика жанра. Вы совершенно верно говорите о соревнованиях, такое тоже есть, я об этом слышала, это даже, в принципе, видно, если вы там долго живете, сменяются перед вами картинки туристов. У них есть соревнования, да, они там ведут некоторый подсчет, сколько они там за сезон окучивают девушек, количество и все прочее. Все это, все, что вы написали, очень хорошо показывает, как оно все на самом деле происходит. Просто я хочу отметить для девушек, которые верят в огромную любовь с первого взгляда, сотрудников отеля и все-все-все такое. Девочки, в миллионный раз повторяюсь, исключение из правил есть счастливые, которые женятся, становятся мужем, женой, рожают детей и все прочее. Я не говорю, что работники отеля все плохие, но я говорю о том, что их очень достойных, настоящие воспитанных мужчин там очень-очень мало, потому что сама работа, поток туристов и легкая работа, легкий заработок. Не только вы там отдыхаете, они тоже, по сути, отдыхают, потому что в Турции так не все живут на курорте. Если вы думаете, я вот когда туристкой приезжала какие-то странные, потому что страна вот так, как туристы, знаете, на курорте и живут, у них так жизнь по кайфу, да нифига не так это. Турки сами едят отдыхать к себе там на курортную зону, Анталию, там, Бодру, Марморис или еще куда-то. То есть это определенная специфика такой работы, сфера этой деятельности, она развращает даже очень хороших людей. Поэтому найти среди них бриллиант свой можно, но это я даже больше сказала из части везения и фантастики какой-то, а не потому что они все такие типа хорошие. Нет. Вы попали в типичную девушку, перечитайте, переслушайте еще раз, что я читала. Девушка попала в типичную схему подката просто по классике. Он прокололся на элементарных вещах и как он ей врал, то что это вообще не из моего телефона. Фотография была, это два года назад, а не 20 дней назад. Так что просто для девочек имейте в виду, что вот классическая схема, смотрите. Не хочется разрушать свои мечты, я знаю, но лучше, знаете, подержать подольше, вдалеке от себя, на расстоянии, посмотреть, что будет настоящий, это любовь или просто это слово. Сразу вестись на это, под эмоции попадать не нужно. Если вам хочется высказать свою историю, поделиться, под видео всегда оставляю почту, для этого напишите, я сочетаю ваше письмо в эфире. Если вам хочется в чем-то разобраться, но вы не готовы делиться об этом публично, пишите, мы можем сделать с вами консультацию в скайпе, и вообще ваши предложения какие-то тоже пишите мне на почту. Если вы поставите лайк, поделитесь этим видео со своими знакомыми, сделайте просмотры, я буду очень признательна, это очень помогает в продвижении моего канала. Спасибо за любую активность, спасибо, что смотрите, жду ваших комментариев под этим видео. Скоро увидимся, всем пока!